После торжественной церемонии Дмитрий Казак и Александр Ткачев поделились с журналистами, каким стал первый постолимпийский год в регионе. Олимпийское наследие оказалось настолько огромным, настолько востребованным и задействованным. Огромное количество туристов и все гостиницы забиты. Летом ажиотаж туристический был здесь, в прибрежном кластере. 13 тысяч гостиниц с апреля по октябрь 2015 года полностью выкуплены, все забукированы туристическими компаниями. Это лучшие доказательства, потому что все это работает. Олимпиада – это не пустые слова. И огромное наследие, которое получил край, прежде всего, в спортивной жизни, в экономике. Это огромные инвестиции, которые, конечно, наверное, за последние 100 лет мы бы никогда не получили, если бы не это грандиозное событие. И я очень надеюсь, что сотни тысяч жителей нашего края будут пользоваться этим наследием. И, конечно, очень важно, что во всем этом есть экономическая составляющая. Мы получили сегодня зимнюю историю, миллион туристов будут отдыхать в этом году в горах. Это значит, что мы получим дополнительные доходы в бюджет края, в консервированные бюджеты, которые, конечно, отразятся на качестве доходов жизни наших земляков, жителей Краснодарского края. Финальной точкой первой годовщины Олимпийских игр стал большой галоконцерт. При доме Дворца Айсберг собрались тысячи зрителей. Среди них и президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава региона Александр Ткачев. На шоу вспомнили самые яркие моменты игр и победы российской сборной. Затем на сцену вышли сами чемпионы. Каждый выступил с небольшой программой в своем виде спорта. Для этого в Айсберге специально соорудили импровизированные горные вершины и бобсейный спуск. Особенно бурно трибуны приветствовали героев Паралимпиады. Благодаря спортсменам и всем россиянам, отметил Владимир Путин, в Сочи удалось создать одни из лучших в истории зимние Олимпийские игры. Для нас было делом чести провести этот праздник на самом высоком, на высочайшем уровне. Максимально полно и широко показать всю красоту, все многообразие нашей страны, ее гостеприимство и открытость всему миру. Наследие, которое оставила Олимпиада, его потенциал смело можно назвать беспрецедентным. Когда все только начиналось, когда я посещал объекты, которые предстояло построить, в голову приходили простые мысли. Неужели мы все это сделаем? А потом, когда все состоялось, тогда возникла другая простая мысль. Неужели это мы все сделали? Но это действительно так. Это мы сделали. Это сделала вся страна, вся Россия. На этом нельзя останавливаться. Нужно следовать олимпийскому лозунгу. Выше, быстрее, сильнее. После большого гала-концерта Путин пообщался с главой региона. По словам президента, наследие Олимпиады действительно стало беспрецедентным. Александр Ткачев, в свою очередь, рассказал, что все объекты сейчас полностью загружены. Обсудили и общую обстановку в крае. Губернатор доложил президенту, что ситуация в регионе сегодня остается стабильной. Крымами властями предприняты все меры, чтобы кризис не отразился на качестве жизни кубанцев. Владимир Путин поручил губернатору продолжать и дальше держать ситуацию под личным контролем. Елена Всицына, телекомпания ФКТ